Костусев ушел, его профессионалы руководят городом. Русский марш поколения бестолковых. Здравствуйте. Две недели назад, когда Костусевское болото на Думске еще вовсю цвело и пахло, Алексей Алексеевич не чуял приближавшегося конца и заставлял чиновников ставить ему одобрямсы, то есть лайки в фейсбуке, вовсю юродствовал. Я делал про этого персонажа программу. Брал интервью у журналистов, медиаэкспертов, общественных деятелей. Все они не знали плакать или смеяться. Распухший, с нездоровым блеском в глазах, суетливый. Он к Костусев вызывал брезгливое недоумение. Кто его сюда пустил? Самый главный вопрос. Практически всем здравым людям Петрушка запретил вход на свою страничку. Комментарии нельзя было оставить. Он играл с жирафами, лемурами, выкладывал фотографии и видео этого действия в интернет. А подневольные чинуши, пытаясь изображать восторг, визжали, какой у нас замечательный, любвеобильный, строгий и справедливый мэр. Все это напоминало иллюстрацию книги Хаджана Среддин «Возмудитель спокойствия». А именно к тому фрагменту, где говорится про обязанности придворного в придворе эмира. Найпервейшая обязанность придворного состоит в каждодневном упражнении спинного хребта. Дабы последний приобрел необходимую гибкость, без чего придворный не может достойным образом выразить свою преданность и свое благоговение. Спинный хребет должен обладать способностью изгибаться, а также изживаться во всех направлениях, в отличие от костеневшего хребта какого-нибудь простолюдина, который даже поклониться не умеет как следует. Конец цитаты. Костусевские чиновники не занимались своими непосредственными обязанностями, то есть медициной, ветеранами, социальными выплантами, а сидели день-деньской в интернете и соревновались, кто про Костусева напишет в предложенных им отвлеченных темах, не имеющих к благоустройству города никакого отношения, самый подобострастный комментарий. А теперь ответьте мне на другой вопрос. Почему сегодня, несмотря на жару, в воздухе чувствуется такая легкость и благоухание? Кто мне из вас ответит на этот вопрос? Я убежден, у мудрейшей из мудрых, что это твое дыхание наполнило воздух неизъяснимой свежестью. Ну, на такую азиатскую льстивость и цветастые словоизвержения наши чиновники не способны. Ну, представьте себе грузинт-лестовского лифу. Он же только топором бахать способен. Уже все деревья обрубил. Надо и не надо. Где уж ему лайки ставить. Но все равно стараются. Пели про народного мэра. Пели, как хорошо им живется. Про Петрушки. Но вот все закончилось. Петрушка улетел в теплые страны. Лечить сердечные и седалишные раны. Пинка он получил жесткого и неожиданного. Армия чиновников замерла с разъявленными ртами. Кому петь осадок? Кому ставить лайки? Петрушка разлатил их настолько, что кроме этого они ничего не умеют. Я хотел бы предложить вашему вниманию интервью, которое я готовил до того, как Костусев вылетел из города. До того, как он покинул в одиночестве мэрию с пожухлым взглядом. Его фотографию моментально тогда отжабили Одессита, как он выходит из мэри. Ему прилисовали лемура, который кричит, не уходи, пожалуйста. Кстати, он, Петрушка, действительно похож на этого первого трансвестита, мультипликации короля лемуров Джулиана. Ну, помните. Эй, мордись! Фриз! Тусим, тусим! Глядите, я мадама! Я мадама, народ! Я мадама! А вот и нет. Это же я, король Джулиан! Ну, так вот. Об этом нелепом человеке, его окружение, взял до ухода его интервью Людмилы Ивановны Чековой, Александра Эдуардовича Каменного. Я думаю, это интервью не утратило своей актуальности. Хотя бы потому, что этот король лемуров ушел. Но птенцы гнезда, Алексей Алексеевич, чиновничья псюльня, как говорит Каменный, осталось. Я вам вот что скажу по поводу странички в Фейсбуке нашего мэра. Ни один нормальный человек на его страничку в Фейсбуке не ходит, и я не хожу. Во-первых, все то, о чем он там пишет, якобы он пишет, уже рассвистели все его телеканалы. А то, что там нет мнения одесситов, это однозначно. Если кто-то задает острый вопрос или какой-то не очень приятный комментарий, он модератором уничтожается. И читать реплики его мэрских холопов, там, вот типа, ой, так держать мэр, ой, надо же, такой занятый человек мэр, а он везде успевает, молодец. Ну, это ж идиотизм полный. Алексей Алексеевич, дарю вам бесплатно совет. Нет, поставьте у входа в мэрию свой резиновый муляж, вход сделайте свободный и положите рядом резиновую дубинку. Кстати, это практика цивилизованных стран. И вы посмотрите, как посыпется на вашу голову мгновенно такое количество лайков. Столько получите отзывов, мало не покажется. И главное, бесплатно. Никаким троллям, лакеям и халуям платить не придется. А вообще, жаль, что нет на него Петра Первого. Тот, беспощадно, просто ненавидел вот таких вот самовлюбленных пижонов. Он сам одевался скромно и ужасно, страшно не любил вот этих щеголей мужского рода. Вот увидит какого-то пижона в богатом экипаже, немедленно остановится, спросит, кто таков, какой доход. И если найдет, что доход не по роскоши, выбранит и матросом служить на два месяца. Вот, думаю, нашему пижону, подводнику Коксусеву, любителю блях, цепей, медалек и костюмов от Бриони, трудно будет объяснить царю происхождение денег на покупку этих самых лайков в Фейсбуке, и черного Мерседеса под миллион, и дома в Стольном Граузе за 12 миллионов, и куча земельных участков, телеканалов, и все это на зарплату служащего, его. Служить вам, Алексей Алексеевич, при Петре пришлось бы пожизненно матросам. Александр Эдуардович, вот знаменитый Фейсбук Костусева, мэр Одессы. Там все люди оставляют свои пожелания, значит, еще. Ну вот я, например, не могу туда зайти, я туда, мне вход сразу заблокировали. И те, кто остался, те, кому позволяют к телу припасть, те, ну, это просто стыдно не на них смотреть, на этих людей. Они, ну, это не просто целуют в диафрагму. Я думаю, что ответ очевиден. Во-первых, вы не волнуетесь по поводу интернета. Обратите внимание, вот у них форумы. Сколько человек там в этом форуме? Ну, 200, 300, ну, не 20 тысяч, не 30 тысяч особой роли не играют. Другой момент. Вот вам не дают возможности там поучаствовать, высказать свое мнение. Вас блокируют на Петрушкином там сайте. Так вы-то радуетесь. Это свидетельство того, что вы говорите правду. А то, что они там сидят, кликают, то это люди, которые зарабатывают деньги. Мы же знаем, что во все коммунальные предприятия Петрушка заслал бумажку, я скажу, ну, чтоб все там говорили, что я хороший, лучший мэр в мире. Завтра придет другая власть и скажут им, соберут их и скажут, значит так, внимательно слушайте, будете кликать, Петрушка идиот. Вы поняли? И они с таким же азартом, с такой же радостью это все будут делать. Вы же поймите, понимаете, интернет это, ну, радость для анонимщика. Вот он сидит, вот вонючий, грязный, трусливый, а здесь он этот такой, этот такой. Их раньше дворники ловили, потому что они писали в туалете на стенах и на заборах. Дворники били метлой, а сейчас никто все, можно даже чашечку кофе, сигаретку и себе. Да вот, Дмитрий, даже по этому поводу и не заморачивайтесь. Это очень хорошо, что вас туда не пускают. Это говорит о том, что вы на правильном пути. Вот митинг на Думской последний раз был, так называемый митинг, потому что пришли люди, не знаю, кто, что это за люди. Ну, понятно, это подневольные. Но вот как они там стояли, вот я смотрел на их лица, вот удивляюсь я, как им не стыдно. Ведь ходят журналисты, спрашивают, вы за кого, вы чего тут. Он даже фамилию эту Костусев произнести не может, потому что он не знает. И стоят, и студенты стоят, не только необразованные дворники, студенты. Вы понимаете, в чем дело? Есть такой юридический термин невменяемость. Мы могли бы упростить. Вот собрались люди, которые невменяемость, это не осознает смысл своих действий и не может руководить ими. Вот это такой термин. Сказать, что это невменяемое, я не могу, это было бы просто. Но когда я смотрю на это все, я думаю, вот что. Раньше крепостных пороли на конюшне, а сегодня их сейчас гонят на митинги. То есть, во-первых, не больно. Это же не на конюшне шампалами. А во-вторых, понимаете, ну это как-то наполняет их жизнь определенным смыслом. И мы нужны и понадобились. Почему я это говорю? Крепостные. А что им сделать? Что им делать? Не пойдешь, выгонят с работы. Ну, дворников гонят, там и коммунальщиков. Не пойдешь, выгонят, лишат премии. Люди боятся. Люди боятся. Потому что они знают, что эта власть беспощадная. Ползать рожденные, ПР сокращенно, это беспощадные, беспринципные. Люди. И эти все знают. Есть еще один момент. Это одни стоят там вот с лозунгами у Петрушки. Другие. Мы знаем, что несколько изменился состав населения в городе. И мы должны понимать, что существуют особенности крестьянского менталитета. Тех, кто сегодня уже живут в Одессе. И этих особенностей три. А политичность. То есть сказали пойти, ну пойдем. Сказали, а не пойти, да не пойдем. Вторая особенность. Вера в доброго царя. Вспомните. Алексей Алексеевич, уважаемый, мы за вас голосовали так. А вы нас что-то мы там не понимаем. Они верили, что придет Алексей Алексеевич, добрый царь. И все. И третья особенность. Это какая-то такая постоянная боязнь серьезных перемен. Ой, ну уже все. Ну уже Костусев дошел уже там. Ну уже стерпится, слюмится. Вот и все. Надо понимать, что огромное количество населения именно такое. Ну и кроме всего прочего, вы должны понимать одну вещь. Понимаете? Есть еще одна категория людей. Их процентов 10-15. Сейчас появилось новое понятие. Оно не обидное. Это научное понятие в социологии. Есть такое понятие. Социальный идиот. Ну это пусть на меня никто не обижается. Это люди, которые вообще не понимают, что происходит. Вот им с каждым годом все хуже, хуже, хуже. Они все голосуют за тех, за тех, за тех. Или кто-то придет и скажет, знаете что? Я каждый день вам буду давать по полкило сосисок. Побегут голосовать. Социальные идиоты. И эти стоят. Вот стоят подневольные. Стоят те, которые... Да. И социальные. И студенты. Вы говорите о студентах. А им что? А им в радость. Во-первых, в этот день мы не учимся. Хоть свежим воздухом подышим. А во-вторых, масса-то основная студентов идет же не за знаниями, как я уже говорил однажды, а за корочками. Причем, понимаете, вот я смотрю юридические вузы. Ты же ничего не знаешь. А у меня папа прокурор. Главное незнание. Главное место потом. Или я разговаривал с девчушкой одной, она в мединституте. Спросил я, что такое кефир. Это же там биологию, биохимию. Что такое кефир? А она меня смотрела, не понимая. Я говорю, а ты кем будешь, когда выйдешь? Она говорит, а мне папа сказал, аптеку купит. Вот и все. Вот они и стоят. Если завтра их выгонят с занятий и скажут, знаете что, сейчас пойдете к Думской, там Гурвиц приехал. Значит, стоять с плакатами, да здравствует Гурвиц. Они с таким же настроением придут. Будут стоять с плакатами, да здравствует Гурвиц. Вот и все. Надо понимать, Дмитрий. Это все настолько несерьезно. Это все настолько смешно. Ну все уже это понимают. И в Киеве понимают, и в Одессе понимают, и в Москве понимают, что уже на него не ставят. И в Италии понимают, где он гражданство получал. Все все понимают. И в итоге до всех должно дойти, что нынешняя власть держится не на верных. Она держится на услужливых. И чем больше этих услужливых будет, тем дольше продержится эта власть. Поэтому люди должны немножко как бы включить. Молодые люди. Вот поколения 30-летних, 40-летних. Не надо вот этим бабушкам и дедушкам давать возможность. Я извиняюсь. Извиняюсь. Я извиняюсь. Я на съемке перезвоню минут через 10. Спасибо. Спасибо. Не надо давать возможность этим уже не совсем вменяемым бабушкам и дедушкам. Не всем, конечно. А тем, у кого злость накапливалась десятилетиями. Не надо им давать возможности судьбу вершить детей своих, внуков. Сами придите. Сами придите. Решите свою судьбу дальнейшую. Не будьте инертными. Еще раз говорю. Чем будет меньше услужливых, тем быстрее уйдет эта власть. Власть прочная и антинародная. Ну, я думаю, я ответил. Помню, в школьные годы проводили у нас экстренные уроки политинформации. Особенно, если что-то важное происходило. Так вот, один раз, помню, в сполошили все, комсорк прибегает. Я обязательно про фашистов пойдет речь. И не о тех, кто в касках, закатанных рукавами, мамку, млеку, сало, о современных в нашей стране. Что за фашисты? У нас не может такого быть. Ну, вот, начался урок. И нам зачитывают из газеты «Комсомольская правда» статью «Двойники». О ребятах-школьниках, которые слушали австралийскую группу ACDC. И на смерть вокалиста, в ACDC умер вокалист, выложили на асфальте свечек название этой группы. ACDC в переводе «Пременно постоянный ток». И в названии посередине изображена молния. Ребята выложили на асфальте молнию. И все. На всю страну прогремели. В каждой школе их жестоко осуждали. Исключили, конечно же, из комсомола. Родителей по партийной линии протащили. А то и исключили, и с работы выгнали. Как же? Дети фашисты. В общем, жизнь ребятам поломали из-за рок-группы. То был 1982 год. Я чего вспомнил в «Русский марш» 2013. Как он обсуждался молодежью в интернете. Как на него идти, с какими символами. Вот что пишут в «Контакте». Его организаторы. Я хотел уговорить организаторов на белогвардейскую символику с волками, мечами, вообще злыми вещами. Но они хотели в Ласово. Хоть русский корпус на блокад дали нарисовать. И еще. Его дело тоже вносит в свою лепту в возрождение русской нации. Конец стата. Это генерал Ласов, взятый в плен впоследствии воевавший на стороне Гитлера. Предатель. Собоатрибутикой идет молодежь на этот марш с гитлеровской. И ни упа, ни свобода. Русские. Сейчас можно. Русский марш 2013 вышел какой-то к Виолой. В прошлые разы, когда в мегафон орали и маршировали молодчики из славянского единства, это было сильно. Чернорубашечники со стилизованными свастиками на рукавах не оставляли сомнений в основной идее ксенофобия. Только русские. Если ты грузин, азербайджанец, отойди в сторону, а лучше прячься. Остальки ветераны шли, распевая Катюшу, вместе с черносотенцами, с иконами, вместе с бритыми молодыми парнями, со свастиками, скидывающими зигу, то есть гитлеровское приветствие. Ветераны явно не понимали, с кем идут. Они представить себе не могли. У них мозг отказывался в это веять, что русские ребята нацисты. Их в плен не брали. Они добровольно, сознательно прицепили себе свастику. В этот раз славянское единство отошло в сторону. Марш проводила молодая поросль Радыины, организация Дозора. В этот раз надо было не напугать торговцев шарумичных, а показать, какое огромное количество людей добровольно вышло поддержать Маркову. Не вышло. Давайте посмотрим. Бабушка хромая бежит с иконой. Тут развернули полотнище с портретом Пушкина. А тут с маек топорщица молодецкая хара Марадонны. Тут аквоны, тут снова Марков, мусорный король, измолотивший тестя, когда отбирал тот самый мусорный бизнес. Если бы силой небесной видели это зрелище, то отворотили лицо свое. Женщина в майке, божья царя храни, натрывается, поет священную войну. Организатор что-то кричит, мегафон, и там помедленно ползет вперед. Сегодня от имени православия говорят и действуют люди по преимуществу лукавые, убогие и агрессивные. Это проблема православных, это их задача. Попытаться сделать так, чтобы православная вера перестала ассоциироваться с лукавством, убожеством и агрессией. Это действие ему явно не на пользу. Мы привыкли, придышались в этой националистической казарме. И хотя прилет угарным газом мы не замечаем. И тут появляются в этой толпе разумные лица. Почему они здесь? Так и не оказались здесь, неуродливы этой массы. Интеллигенция, придя домой, начинает рассуждать, что эти фашистующие молокососы там в пупок всем дышат. И вообще они случайно затесались. Я тоже в программе «Сеющий ветер» говорил, что нам думается, что большинство ребят сегодня так лихо рассказывающих о своих нацистских убеждениях по сути нацистами, фашистами отнюдь не являются. Мало кто из них реально готов перешагнуть черту, начать не драться по правилам с футбольными фанатами и накидываться стаей на стариков или детей не той национальности. У большинства из них слова расходятся с делом, но это хорошо. И думается, со временем они эволюционируют, поумнеют. Я искренне надеюсь, что поумнеют. Но я бы не стал водить хороводы с этими не поумневшими пацанами. Ходить с ними на шествия и говорить, что русские фашисты чем-то лучше нацистов украинских. Как там в сортах дерьма не разбираюсь. Если вам кажется, что бабки с иконами Сталина изгущие бритые пацаны в меньшинстве, то вы ошибаетесь. Ресмотритесь и окажется неприятная вещь в меньшинстве как раз вы и ваши лица нормальных людей растворяются в толпе неадекватов. Трое ребят заградили с лозунгом «Свободу Маркову». Я могу ошибаться, но судя по всему, это выходцы из Кавказа, что противодечит идее русского марша. Видно, ребят наняли. Это люди левые. Дезор не оправдал возложенных на него задач отчасти из-за того, что предводители родыны в бегах. Но несчастные люди собираются вместе и идут на русский марш. Там они будут подбадривать друг друга нелепыми лозунгами, а дефицит осмысленности восполнять веселой агрессией, залихвасткой злобой, демонстрацией собственной решительности. Собравшись вместе, они чувствуют себя силой, потому что понимают, что каждый из них по отдельности никто. Фашистская идея, что ни говори, привлекательна для тех, кто лишен не только каких-либо талантов, но вообще всяких способностей. Не случайно среди националистов вообще, участников русских маршей, в частности, так много школьников, патаушников, я думаю, главным образом двоечников. Большинство из них со временем поумнеют, найдут себе дело, обрастут семейными заботами, перестанут участвовать в русских маршах. А их место в рядах националистов займет новое поколение бестолковых. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова